Вы слушаете канал ЖАЖ.КЛАБ. Вооружаемся до зубов. Есть ли жизнь без кофе? Мало кто задумывается над тем, что утренняя чашка кофе – это наркотик, но попробуйте отказаться от кофеина, и вы поймете, насколько сильно влияет на вас этот ритуал. Американские ученые провели исследование. Они попытались понять, что происходит с людьми, которые отказались от утренней чашки кофе и заменили ее, скажем, на чай с мятой. Что же показал эксперимент один из участников поделился впечатлением от пережитого? В то утро мое сознание так и не очистилось. Туман окутал меня и не хотел сдвигаться с места. Не то чтобы я чувствовал себя ужасно, у меня никогда серьезно не болела голова, но в течение всего дня я чувствовал некую затуманенность, как будто между мной и реальностью опустилась завеса, которая поглощала определенные длины волн света и звука. Выводы ученых однозначны. Кофе работает по назначению. Утренний напиток действительно помогает нам стать внимательнее, а также активнее реагировать на действительность. Кофеин повышает бдительность. Он улучшает концентрацию внимания, способность решать проблемы. Это уже выводы экспертов из британского общества психологов. Еще одно их заключение. Кофе помогает настроиться на экзамен. Исследование, проведенное специально для студентов, показало, что кофеин привел к поразительному улучшению результатов тестов на память, проведенных ранним утром. Кроме того, недавние исследования показывают, что кофе заставляет ваш мозг быстрее обнаруживать и отслеживать движущиеся объекты, а это значит, что он может помочь вам избежать препятствий и неудач. Еще один вывод – 5 чашек кофе в день не повредит вашему здоровью. А есть ли у кофе недостатки? Разумеется. Употребление кофе в течение дня может нарушить сон. Резкое сокращение потребления кофеина может привести к головным болям. Кофе – это стимулятор. Без него никак, когда глаза мутные, а мозг ватный. Но не всегда это помогает. Люди ведь бывают разные. Психологи уверены, что кофе противопоказан интровертам, которые склонны испытывать стресс в социальных ситуациях. Им перед деловой встречей кофе лучше не пить. Иначе – беспокойство и низкая производительность. Кофе помогает повысить бдительность, но к творчеству это не относится. Активизация мозга с помощью кофеина не даст достичь расслабленного состояния, которое способствует появлению свежих идей. И уж тем более, кофе не поможет от недосыпания. Исследование привело и к неожиданным. Продолжение читайте на сайте жаж.клаб.